Новая механическая коробка передач компании KIA с электронной, а не традиционной механической системой сцепления. Она разработана для так называемых мягких гибридов. Система получила название IMT, что нескромно расшифровывается как интеллектуальная механическая трансмиссия. Благодаря ей сократятся не только выбросы углекислого газа, но и расход топлива. При этом обещано, что работа электронной педали сцепления по ощущениям не будет отличаться от работы классической педали. Выгода в возможности глушить двигатель при движении накатом. Тогда выбранная передача остается включенной, а сцепление размыкается. Для запуска мотора водителю достаточно коснуться педали газа. Более того, мягкий гибрид мгновенно раскрутит двигатель до правильных оборотов, чтобы пассажиры не ощутили рывка. IMT появятся на моделях Kia уже совсем скоро. Первым такую коробку примерит Seed, а затем евроверсия хэтчбека Rio. До нас новшество вряд ли дойдет вообще. Действующие внутри таможенного союза нормы Евро-5 позволяют обходиться без электрических довесков. Бренд Link & Co. созданный компаниями Geely и Volvo представил компактный кроссовер 06. Как известно, вместо названий шведско-китайская марка использует порядковые индексы. Шестерка оказалась первым линком, построенным на платформе BMA от Geely. Поэтому привод только передний, так как сзади стоит простая полузависимая подвеска. Под капотом тоже обошлось без сюрпризов. Там упрятан полуторалитровый турбомоторчик, которому ассистирует семиступенчатый преселектив. Эта же связка используется на соплатформенном кроссовере Geely Coolray, который уже продается в России. Но зачем тогда покупать премиальный Link & Co., когда есть Geely? Например, ради дизайна. Все автомобили новой марки заметно выделяются от соседей по потоку, а 06 вдобавок завлекает весьма эффектным интерьером. Естественно, китайцы не поскупились ни на виртуальную приборку, ни на огромный тачскрин. А еще обещана гибридная версия, которая придется по вкусу и китайцам, и европейцам. Да, будучи четырех лет от роду, новая марка вовсю готовится покорять российский рынок. Вот только все время что-то мешает, хотя сейчас боссы компании намерены ускорить экспансию.